В эфире Углегурские новости. Здравствуйте, меня зовут Екатерина Петрова. Корреспонденты нашей редакции готовы подвести итоги этой недели в начале о главных темах выпуска. Результаты завершающей фазы испытаний российской вакцины от коронавируса и какие последствия ощутили на себе жители Углегорского района после прививки. Было зно, поднялась температура, было ощущение, что я заболеваю. Вред и утилизация батареек, а еще как реализовать экологический проект без финансирования. В Углегорском районе решили бороться с последствиями их использования, причем пока собственными силами. Экстремально опасно и дорого. На озере Тауру прошли гонки. Российская вакцина от коронавируса безопасна и эффективна. Об этом свидетельствуют результаты завершающей фазы клинических испытаний, которые накануне опубликовал британский научный журнал The Lancet. Сбор данных велся три месяца. Изучали две группы. Одним участникам вводили вакцина, другим – плацебо. Из почти 15 тысяч привитых заболели 16 человек. В группе плацебо – 62 случая заражения. Таким образом, эффективность вакцины составила 91,6%. Важно отметить, что в группе людей, которым ввели вакцину, были две смерти от ковида. Пациенты заболели на 4-5 день после первой инъекции. Скорее всего, участники были заражены до начала исследований. Ну а в Углегорском районе первый этап вакцинации прошли 800 человек. С 9 февраля начинается вакцинация вторым компонентом. Тему продолжит Дарья Кораблева. В условиях пандемии у социальной службы работы как никогда много. Самоизолированные пенсионеры должны каждый день получать необходимую помощь. Покупка продуктов, оплата коммунальных услуг и не только. Почти 20 лет Лариса Галузова выполняет свою работу. Чтобы не подвергать опасности своих подопечных, сделала прививку от коронавируса. Мы должны это сделать обязательно. Это наша, как говорится, и самозащита, и защита наших граждан. Мы сделали только одну. И теперь у нас еще вторая на 24 февраля. Не хочется болеть и тем, кто не находится в группе риска. С понедельника по пятницу с 10 часов утра до 12 дня можно сделать прививку в Углегорской поликлинике. Я всю жизнь делаю со школы. От всех, от кори, от этого самого. Поэтому наша медицина самая лучшая. Ну, я согласилась, потому что, как говорится, возраст уже большой и имею двоих детей своих, внучку, правнука. Поэтому ради себя я решила сделать прививку. Юрист Углегорского МВД Марина Юсибова в конце января прошла первый этап вакцинации. Профессия предполагает постоянное взаимодействие с людьми. Поэтому решила себя обезопасить. Но через несколько часов после прививки почувствовала недомогание. «Был озноб, поднялась температура. Было ощущение, что я заболеваю. Просто вот как простуда. Всю ночь держалась температура. К утру почувствовала себя легче. Но общее было недомогание где-то в течение суток. На следующий день, к вечеру, уже почувствовала улучшение. Озноб прошел, температура прошла. И через день, на третий сутки после вакцины, уже полностью работоспособна». Побочные действия от вакцины могут быть. Все зависит от организма. Но чаще симптомы непродолжительные. «От обычной прививки у кого-то температура поднимается. Может быть, жжение вместо инъекции. Ну, кого-то насморк, кашель. Ну, в основном, хорошо переносят». «Для того, чтобы записаться на вакцинацию, необходимо зайти на сайт госуслуги. Далее переходим в раздел «Услуги». Выбираем категорию «Мое здоровье». Затем находим запись на вакцинацию от COVID-19. Начинаем вводить личные данные. Выбираем медицинскую организацию. В моем случае это Углегорская поликлиника. Готово». В Сахалинской области зарегистрировано 20 тысяч заболевших. Более 2 тысяч человек проходят лечение. 17 тысяч выписаны с выздоровлением. Вакцинацию прошли более 16 тысяч человек. Дарья Кораблева, Юлиана Александрова, Александр Гагаркин, Евгений Мелехов. Углегорские новости. Большое вам спасибо. Председатель собрания Углегорского городского округа 7-го созыва Алексей Яковлев скончался на 47-м году жизни после тяжелой болезни. Алексей Владимирович много лет посвятил муниципальному управлению. Работа в администрации начала с должности начальника отдела экономики. В 2014 году стал главой Углегорского городского поселения. В 2018 году победил на выборах собрания Углегорского городского округа 7-го созыва и на первой сессии был избран депутатами на пост председателя. Алексей Яковлев был уважаемым человеком, профессионалом и сделал много для развития Углегорского района. Редакция Углегорских новостей выражает глубокие соболезнования родным и близким Алексею Владимировичу. Все жители Сахаринской области смогут купить субсидированные билеты. Председатель правительства Михаил Мишустин подписал соответствующее постановление. В документе говорится о том, что теперь купить билет со скидкой смогут все жители Дальнего Востока с местной пропиской. Из федеральной казны выделяют 5 миллиардов и по плану 450 тысяч человек смогут сэкономить на авиаперевозках. Представители авиакомпании «Аэрофлот» уточнили, что пока продажа закрыта. И как она будет организована, неясно. Определен лишь перечень авиамаршрутов – 21 направление, 14 – московских. Примерная стоимость субсидированного билета по маршруту Южно-Сахалинска-Москва – 10 200 рублей. Однако сейчас бронируя билет, например, на 23 февраля, рассчитывают стоимость по плоскому тарифу – 14 300 рублей. На сайте углегорск.ньюс продолжается голосование по вопросу создания в углегорском районе приюта для бездомных животных. Напомню, денег на реализацию этой задумки в местной казне нет. Вся надежда на финансовую помощь неравнодушных жителей, а также предприятий района и щедрых меценатов. Собрать нужно около 20 миллионов рублей. В дальнейшие годы сумма на функционирование приюта будет примерно вдвое меньше. Сейчас участие в голосовании уже приняли 400 человек. Большая часть из них с созданием приюта согласна. Если вы тоже готовы поддерживать приют финансово, принимайте участие в голосовании. Ссылка на ваших экранах. Ну а теперь к происшествиям. Две крупные аварии в углегорском районе с участием большегрузов. 2 февраля на въезде в углегорск водитель автомобиля марки «Субару» выехал на встречную полосу движения и столкнулся с большегрузом. По информации представленной ГИБДД, мужчина-уроженец Макарова 1966 года рождения не справился с управлением и погиб на месте. В ночь на субботу 30 января КАМАЗ с прицепом вылетел в Тювет недалеко от порта Шахтерск. Водитель самосфала на повороте не справился с управлением. Машина опрокинулась на бок вместе с прицепом. Обошлось без жертв и пострадавших. 1 февраля под колеса джипа в углегорске попал годовалый ребенок. Это случилось возле магазина «Ломанон». По данным ГИБДД, женщина переходила дорогу в неположенном месте. За собой она везла на аргамаке ребенка, а на дороге мальчик упал со снегоката и оказался под колесами внедорожника. Он выезжал с прилегающей территории в районе дома номер 159 на улице Победы. Водитель высокой машины не заметил ребенка. С травмами малыша госпитализировали в УЦРБ. По факту случившегося проводится проверка. К сожалению, жители углегорского района элементарно нарушают правила дорожного движения. Переходить дорогу нужно строго по пешеходному переходу. Если вы переходите дорогу с ребенком, то его нужно взять за руку, либо на руки. Если вы перевозите в коляске, либо на аргамаке, то в зоне своей видимости. Рядом с собой, сбоку. И еще одну аварию обсуждают в Углегорском районе. Правда, произошла она в Красноярском крае. Известный певец Ярослав Сумишевский, уроженец Шахтерска, попал в ДТП. 29 января Ярослав вместе с женой ехал на концерт. За рулем автомобиля был организатор выступления Александр Гуликов, глава регионального союза десантников. Автомобиль выехал на встречную полосу движения и столкнулся с цистерной газовозом. От полученных травм водитель скончался на месте, а Ярослав Сумишевский получил сотрясение мозга. Супруга певца Наталья в крайне тяжелом состоянии. 2 февраля Наталью удалось вертолетом доставить в краевую больницу Красноярска. Сейчас Ярослав Сумишевский просит земляков и поклонников поддержать его. В буквальном смысле весь город помогает, чем может. Я знаю, что многие откликнулись на призыв о сдаче крови. Мы очень ценим это. Большое спасибо и за оказываемую материальную поддержку. Буду честным. Мы принимаем любую помощь. Молимся и верим в чудо. Спасибо. Ярослав регулярно сообщает своим подписчикам в Инстаграме о том, как себя чувствует Наталья. Блистающие убийцы именно так иногда называют обычные батарейки. Как опасное превратить в полезное, что для этого надо, об этом наш следующий сюжет. Безобидная, на первый взгляд, батарейка способна нанести природе колоссальный ущерб. В Григорьском районе решили бороться с последствием их использования. Причем пока собственными силами. С недавних пор энтузиасты отвозят отработанные источники электропитания в Южно-Сахалинск. А началось все с простой инициативы юных экологов из Шахтерска. Ребята занимаются в объединении «Зеленый мир» и хотят, чтобы именно таким он и оставался – зеленым. Для этого собирают отработанные батарейки. Приносят по пять, по три, кто-то даже по восемь батареек, даже рекорд такой ставим, кто больше. Сейчас у нас февраль, вот контейнер мы уже наполнили. Сначала собирали сами, потом установили несколько банок в магазине и жилых домах. Правда, подъездные вандалы с ними быстро расправились. Он не прижился, там его сломали. Ну и мы теперь хотим поставить в людных местах контейнер, например, в банках. Собранные в Шахтерске отвозят в Южно-Сахалинск, оставляют в городской мэрии на площади Ленина, в контейнере на первом этаже, для последующей переработки. Кстати, есть контейнеры и в сети магазинов домотехника. Оттуда отслужившие свои батарейки и аккумуляторы поступают на утилизацию в Челябинск. Вклад у Григорского района только на первый взгляд незначительный. Ежегодно в России выбрасывают около миллиарда использованных батареек. На переработку идет не более двух процентов. В стране два крупных завода по их утилизации. В Челябинске и Ярославле. На ведущие Челябинское доставляют в том числе и часть батареек, собранных на Сахалине. Примерно 95% каждого отработанного элемента электропитания здесь снова становится ресурсом. Вот такой нужный круговорот веществ природе. Если батарейка отправляется на свалку, со временем ее корпус разрушается. Щелочь и тяжелые металлы, прежде всего ртуть, отравляют почву. Затем попадают в грунтовые воды и водоемы. На заводе отработанные источники тока сортируют по типам. Следующие этапы измельчения, просеивания и магнитная сепарация. Железо отделяют в одну тару. Немагнитные элементы цинк, марганец, графит, электролиты в другую. Все это готовое сырье для повторного использования. Кстати, главная проблема, говорят эксперты, не переработать батарейки, а собрать их. Один из лучших показателей у Бельгии. Тут утилизируют порядка 60% всех проданных батареек. В России, напомним, цифра на уровне 2%. В 2019 году, относительно 2018, количество точек сбора стало больше почти 1,7 раза. Ну, почти в 2. То есть было 1000, а стало 2,8. А собираемость, то есть масса батареек, которые собрали, увеличилась всего на 14%. Как бы свидетельствует о том, что мы собирали те батарейки, которые люди и так бы сдали. Количество точек, это просто стало более доступно, удобно для них. Поэтому количество приросло не намного. А значит, нужно теперь обращаться к другой аудитории. Батарейка, считают эксперты, не только идеально подходит для формирования привычки раздельного сбора мусора, но и извлечения видимой и ощутимой пользы. Посмотреть на добычу цинка, марганца и железа. Ее можно добыть, и их можно добыть из батарейки. И тогда батарейка не лежит в отходе, она не лежит на свалке. И где-то в мире, в разных местах, да, цинк, Казахстан, там, железо, скажите, в этом районе Магнитогорска, например, это то, что у нас тут поблизости. Так вот, где-то в мире не образуется еще в 10 раз большее количество отходов, технологических отвалов. Инициативу шахтерских школьников уже подхватили несколько торговых точек в Углегорске. Чтобы сделать мир лучше, нужно совсем немного. Времени и желания. Алина Голоскук, Екатерина Петрова, Александр Гагаркин и Евгений Мелехов. Углегорские новости. По вопросам рекламы, объявлений и бегущей строки обращайтесь к нашим специалистам. Телефоны 43 021 и 8 924 283 0447. Ну а прямо сейчас прервемся на рекламу. Не переключайтесь, скоро увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова В Сахаринской области для помощи пожилым людям созданы мобильные бригады. Они бесплатно доставляют жителей сельской местности от 65 лет в медицинские организации для профилактических осмотров и диспансеризации, проведения дополнительных скринингов. Мобильные бригады действуют в Углегорском, Дуринском и Паранайском районах. В 2020 году они также организованы в Макаровском и Холмском муниципальных образованиях, а в дальнейшем в 2024 году в 15 районах области. Подробную информацию об услугах мобильных бригад можно получить в отделении Центра социального обслуживания по месту жительства. Редактор субтитров А.Семкин В Углегорском районе состоялся первый этап автогонок на озере Тауру. На ледовый трек вышли 10 участников. Соревнования проводились в двух классах. Подробности расскажет Юлиана Александрова. Обошлись без жертв, но не обошлись без помощи. Этот автомобиль буквально вылетел с трассы. Такие моменты – важная часть красочного и эффектного шоу. И каждый водитель это понимает. Серьезный риск и реальная опасность для жизни этих ребят не пугают. Впереди цель – первым приехать к ледяному финишу. Победитель первого этапа в этом году Юрий Дюганов. Дрифтует каждый год. Для него важно не только победить, но и привлечь новых участников. Круг нас расширяется. Участники к великому счастью прибывают. Хоть это и не дешевый вид спорта – машину надо готовить. Но, тем не менее, есть много интересующих и творческих, нормальных парней, которые могут ездить и хотят развиваться в этом направлении. Александр Иванов к финишу пришел вторым. С детства занимался кардингом. А сейчас признается – в гонках участвует ради адреналина. О призовых местах рассказывает скромно, как и о суммах, которые тратит на любимый спорт. Очень все дорого. Начиная от резины, от колес, двигателям, ну и также всей подготовки остальной. Включая даже формы. Очень дорого все это. И много участников. Ну, кто-то хочет, но не может позволить себе такой вид спорта. Две трассы – тренировочная на отдельном участке и основная. С поверхности озера грейдером убрали снег и выровняли лед. Места для зрителей и болельщиков на возвышенности. На какую машину болеешь? За самую красивую белую. Всего в гоночной программе три заезда. Второй и третий этапы планируют провести на льду искусственного озера недалеко от Южно-Сахалинска 20 февраля и 6 марта. Кто представит Углегорский район на гонках, станет известно уже в ближайшее время. Юлиана Александрова, Евгений Мелехов. Углегорские новости. Как будем работать в феврале? Нас ждет трехдневная рабочая неделя и трудовая суббота. В 2021 году День защитника Отечества выпадает на вторник. Для того, чтобы мы смогли отдохнуть три дня подряд с воскресенья по вторник, выходной день с субботы 20 февраля перенесли на понедельник 22 февраля. Таким образом, в феврале нас ждет шестидневная рабочая неделя с 15 по 20 февраля. Углегорские летающие лыжники Даниил Красовский и Артем Мясников выступили от Сахалинской области в городе Чайковском на всероссийских соревнованиях. В командном зачете спортсмены завоевали второе место. Буквально на несколько дней ребята приехали домой и наша съемочная группа успела с ними встретиться. 47 спортсменов из 10 регионов России. Задача – показать лучший результат в полете. Даниил Красовский и Артем Мясников вернулись домой с новыми почетными титулами. Итог у спортсменов из Углегорска – серебро в командном зачете. Даниил выполнил звание кандидата в мастера спорта, а Артем подтвердил. Они в команде четыре человека, два южанина и два углегорца заняли второе почетное место. Даниил Красовский начинал свой путь с комплексной подготовки. Тренер Александр Койнов увидел в спортсмене потенциал. Два года тренировок и спортсмены стали рассматривать сборную Сахалинской области. Сначала взяли запасным, а после включили в национальную команду страны. И вот он запасной, он обыграл всех сборников Сахалина и обыграл всех, кто там был на соревнованиях на каменном цветке. Он выиграл два трамплина. Я хочу развиваться в этом спорте дальше, показывать результаты, тренироваться. У нас негде здесь тренироваться, базы нет. В Углегорске тренироваться действительно сложно. Трамплин еще не принят. Занимается на гоночных лыжах по снежным накатам. Отрабатывают разножку, посадку и приземление. Разминочного зала тоже нет. В прошлом году его забрали для обсервации. Для меня там было намного удобнее заниматься, потому что я мог прийти и спокойно размяться в тепле. Сразу тренер мог меня заснять на горке, как я имитирую, и сразу отправить это своему тренеру с Южного. Ну и другим тренерам подстричь свои ошибки сам. Ну и также ребятам намного удобнее я буду там заниматься. Трампли на 90 метров в городе Чайковском Артем Мясников и Даниил Красковский покорили. Впереди у Артема очередные старты в Южно-Сахалинске. А у Даниила экзамены, пусть и не спортивные, а школьные, но тоже важные. Дарья Кораблева, Александр Гагаркин. Углегорские новости. Традиционный ежегодный конкурс нашествия снеговиков прошел в Углегорске. 90 участников сошли в снежном поединке. Больше 10 команд из Углегорска, Шахтерска, Башникова и Краснополья строили снежные фигуры. По правилам на создание снеговиков отвели два часа. Место для построения фигур выбирали участники. Результаты конкурса объявят 10 февраля. В принципе традиционное участие в данном конкурсе, снежные постройки. Мы с удовольствием это делаем. Повеселились его, эмоционально разгрузились. И надеемся на победу. Стало известно имя победителя редакционного конкурса для рыбаков «Тащи удачу». Это Ирина Кратеева из Шахтерска. Ее снимок сделан в поселке Москальво Ахинского района. На улице минус 35 нам все нипочем. Рыбалка удалась. Подписала кадр Ирина. А вот Евгений Васильев из Углегорска взял приз зрительских симпатий. По итогам голосования на сайте углегорск.ньюз за его ролик о рыбалке в Ногликском и Ахинском районах проголосовали 302 человека. Поздравляем победителей. Наша съемочная группа еще с ними встретится. Это были углегорские новости. Далее смотрите прогноз погоды и проект «Старая пленка». Уникальные кадры истории Углегорского района. Если у вас сохранились архивные видеоматериалы, вы можете поделиться ими. Для этого нужно обратиться в редакцию углегорских новостей. Мы готовы оцифровать, сохранить и показать ваши исторические кадры. Все оригинальные носители возвращаются владельцам. Ну а я с вами прощаюсь. До скорой встречи и всего хорошего. Субтитры предоставил DimaTorzok Днем минус 13, ночью минус 20 градусов. Ветер умеренный. В понедельник будет облачная температура. Днем 15, ночью 20, мороза. Ветер до 14 метров в секунду. Во вторник также облачно. Днем минус 12, ночью до 14 ниже нуля. Порывы ветра до 14 метров в секунду. В среду прогнозируется пасмурная снежная погода. Днем минус 9, ночью минус 12 градусов. Ветер до 16 метров. В четверг пасмурно, с небольшим снегом. Днем минус 7, ночью минус 10 градусов. Ветер умеренный. В пятницу ожидается пасмурная погода, небольшой снег. Температура днем 5, ночью 7, мороза. Порывы ветра до 15 метров в секунду. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова